Здравствуйте! С вами Сергей Дичковский и в эфире программа «Забытые вещи». Невероятные истории предметов, имевших необыкновенную популярность в жизни каждого. Истории предметов, без которых люди когда-то не представляли себе своего существования, но со временем ставших совершенно забытыми. Сегодня вспомним о вещи, благодаря которой женщины становились сильнее мужчин. Больше миллиарда человек на Земле верят, что именно с этого предмета началась вселенная. А между тем, с ним ловко управлялись наши прабабушки. Итак, знакомьтесь. Маслобойка. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Эту аксиому не опроверг никто за многие тысячи лет существования человечества. Сразу как удалось приручить козу, а затем и дикого быка, люди начали потреблять молоко. Вот только проблема. В жарком климате оно быстро портится. Вскоре молоко научились сквашивать, что несколько продлевало срок его жизни. Кочевые народы не самые яркие носители цивилизации. Но именно им удалось придумать один из самых популярных молочных продуктов – масло. Все началось в пути. Ехал куда-то кочевник на своей резвой лошади по кочевым делам. А чтобы не проголодаться, привязал к седлу кожаный мешок с налитым туда молоком. Разумеется, в дороге мешок нещадно трясло. А когда кочевник открыл его, то обнаружил так называемые масляные зерна, в которые сбилось молоко. Попробовал – понравилось. Так и начали сбивать масло. Конечно, это самая простая технология получения масла. Чуть позже поняли, что лучше сбивать его не из молока, а из сливок. Ну и лошадь для этого не обязательно. Надо просто трясти. Ну и трясли в сосудах. А в 9 веке до нашей эры какая-то светлая голова на территории нынешнего Израиля догадалась использовать для этого специальные деревянные лопатки. Вообще, масло произвело такое впечатление на древнего человека, что сумело попасть и в священные тексты. Процесс взбивания масла упомянут в Библии. А индусы и вовсе верят, что со взбивания масла началась вся видимая вселенная. Там целая детективная история, тянущая минимум на болливудский блокбастер. Две категории богов – Девы и Асуры – сражались за контроль над вселенной. А когда из немогли в борьбе, решили взбить молочный океан, чтобы получить напиток бессмертия, разделить его, выпить и успокоиться наконец. К делу подошли масштабно. Вместо маслобойки использовалась гора Мандара, вокруг которой был намотан гигантский змей Васуки. Девы тянули Васуку за хвост, а Асуры за голову, вращая таким образом гору и взбалтывая океан. Напиток получить удалось, но начался второй этап битвы, и он к нашему рассказу точно отношения не имеет. Факт лишь то, что процесс масловзбивания и его технологии были известны с древнейших времен, а к маслу отношение было трепетное и уважительное. При всем уважении к маслу, хозяйки не очень любили его готовить. Для того, чтобы взбить масло, встряхивая сосуд, приходилось делать это непрерывно на протяжении 6-7 часов. Сомнительное удовольствие, не правда ли? На выручку пришла механика. Первые приспособления для взбивания масла появились, как мы уже говорили, около 4-х тысяч лет назад. Но они были простыми, примитивными и малоэффективными. И освобождали от взбивания масла, по большому счету, вьючное животное, а не женщину. Легко представить, что женщин эта ситуация, мягко говоря, возмущала. Напрасно возмущались, кстати. Ведь процесс превращения жидкого молока в твердое масло невежественные мужчины полагали чуть ли не магическим, чем женщины и пользовались. В палеолитических захоронениях Пиренейского полуострова найдено доказательство того, что женщины, взбивавшие масло, все как одна имели жиреческий статус. Маслобойки для взбивания масла появились гораздо позже. Самая первая, предположительно, была создана в Шотландии. Кельты были сильны не только в висковарении, но и в масловзбивании. Крышка от маслобойки, изготовленная в IV веке нашей эры, была найдена возле Эдинбурга и даже сохранила следы масла. А к V веку в Ирландии масло было уже широко распространенным продуктом. Это известно доподлинно, так как возле ирландского города Денигол был найден двухкилограммовый кусок масла, которому уже полторы тысячи лет. Масло сохранилось идеально, так как все это время лежало в торфяном болоте, и его до сих пор можно есть. Итак, вот она, героиня нашей сегодняшней программы. Напоминает бочку с рукояткой. Представить такой агрегат на современной кухне, конечно, невозможно, а вот наши прабабушки были с ним знакомы близко. Ведь до 70% всего тогдашнего молока уходило именно на масляное производство. Объем маслобоек разный. Есть и компактные на 1,5-2 литра, есть и почти промышленных объемов до 20 литров. Технология использования проста до безобразия. Вот сюда заливается молоко, а вот эту ручку надо крутить. Долго крутить. Часа три. Но в итоге внутри окажется первосортное натуральнейшее масло. Процесс взбивания масла стал даже одним из первых мотивационных тренингов. Помните же историю про двух лягушек, которые имели несчастье свалиться в молоко. Одна лягушка была пессимистка-фаталистка, сложила лапки и утонула в молоке. А вторая оказалась генеративной оптимисткой. Стучала лапами до тех пор, пока не взбила масло, на которое взобралась и вспрыгнула наружу. По секрету скажу, что история абсолютно нереальна. У лягушки-оптимистки не было ни единого шанса. Масло взбивается только при охлаждении. Самая простая маслобойка – это любая ступа и любая палка. Да, в принципе, и палка не нужна. Достаточно хорошенько потрясти молоко. Мы разберем устройство классической механической маслобойки. Это модель с ручным приводом. У нее внутри барабан, который и вращается рукояткой, а также лопасти с дырками. Барабаны вращаются и специальные лопасти сбивают частицы жира в однородную массу. Просто и эффективно. Такие приспособления были не только в сельских избах, но и в городских квартирах. С начала 19 века началось массовое производство маслобоек, которые сразу завоевали доверие покупателей. А продержались они аж до 50-х годов прошлого века. Магазинное масло доверие почему-то не вызывало. Так что сбивали его по старинке, дома. В общем, не будет преувеличением сказать, что маслобойку знали все. Но смогут ли опознать кухонный прибор в этой бочке новое поколение? Давайте узнаем, что думают о маслобойке наши маленькие эксперты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень странная какая-то вещь. Я думаю, этим взбивают тесто. Это такая ступня. В этом-то лоле картошку взбивали. С помощью этой палки берут, и там есть еще такая лепешечка, которая помогает смешать вот прям что-то вот приплюснуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, это в наше время на такие дочки не использовали лольфы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для колодца такая штука, чтобы поднимать мудро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дроба в реке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если бы это была чистая штука, можно было много меда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рубкомары, таракашки, пауки. Ну что же, версий было много, но все мимо. Что и неудивительно, все-таки уже несколько поколений домохозяек избавлены от необходимости сидеть и крутить ручку. А масло производится в промышленных объемах. И надо сказать, что уже лет 150-200 назад на смену маслобойки приходили более технологичные процессы. С появлением электричества сепараторы уменьшились в размерах и стали выпускать даже бытовые версии для использования в городской кухне. Сейчас такие специализированные приборы не выпускаются. Их может заменить практически любой кухонный комбайн или фуд-процессор. Наливаем в него предварительно охлажденные приблизительно до 10 градусов Цельсия сливки и включаем двигатель. Через несколько минут сливки собьются в масляные зерна. Затем нужно слить пахту, промыть масляные зерна и спрессовать из них брусок домашнего сливочного масла. Вот и вся магия. Настоящая революция произошла в 1879 году. Именно тогда шведским изобретателем Лавалем был придуман сепаратор. Этот механизм представляет собой центрифугу. Внутри молоко. Центрифуга быстро вращается и под воздействием центробежных сил отделяются сливки, которые затем избиваются в масло. Поначалу это были огромные агрегаты с приводом от паровых двигателей, конноприводные и так далее. Поэтому использовали их только в крупных хозяйствах. И надо сказать, промышленное производство масла полностью себя оправдало. В начале 20 века экспорт российского масла давал больший доход, чем все сибирские золотые рудники вместе взятые. Молоко и продукты из него в почете до сих пор. И до сих пор идет совершенствование способов его обработки. Чем дальше, тем удивительнее. Одна история упаковок молока заслуживает отдельной программы. Было время, когда его продавали исключительно в глиняных крынках, а позже в стеклянных бутылках. Вариант так себе. И тот и другой вид посуды часто бьется, плохо переносит транспортировку. Все было плохо, пока в 1951 году швед Рубин Раусинг не придумал упаковывать молоко в бумагу. Неслыханная и дерзкая идея показалась поначалу бредом скандинава-фантазера. Но практика показала, что Раусинг нашел настоящую золотую жилу. Коммерческий триумф настиг компанию Раусинга, когда была разработана технология упаковки Tetra Brick и придумана антисептическая технология расфасовки. В 1954 году в фирме работало всего 6 человек, родственники Раусинга. А уже через 10 лет она превратилась в транснациональную корпорацию. Маслобойка действительно ушла в прошлое, и в квартирах их не найти. Ну, разве что у какого-нибудь ярого фаната здорового питания, который категорически не хочет есть магазинные продукты. И, кстати, маслобойка дала импульс к развитию очень многих кухонных приборов, в том числе механические мясорубки, ручной мельницы и даже миксеру. Впрочем, это все герои наших следующих выпусков. Ну, а пока про маслобойку на сегодня все. С вами была программа «Забытые вещи». Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!